Дорогие друзья, честно сказать, никогда не думал, что мне придется обращаться к вам по такому поводу. Я в 1996 году, когда написал первую книгу для вас, она называлась «Начало жизни вашего ребенка». И когда я там рассказывал про закаливание, я написал, что вообще закалять детей надо, потому что, оглянувшись по сторонам, никто не может быть уверенным в том, что нашим детям не придется мерзнуть в окопах. И тогда я прекрасно помню, какой у меня дома был скандал, как мне жена рассказывала о том, что зачем вот эти все ужастики писать. Сейчас тем ребятам, которые родились в тот год, в 1996, им сейчас по 18 лет, они сейчас служат в российской армии. Вот это настолько ужасно, мне вот сейчас об этом вам говорить, поэтому я хотел бы, чтобы вы четко понимали проблему, которая произошла. Причем вот эти последние два дня я постоянно разговариваю со своими друзьями, пациентами, читателями из России, и я вижу четкое разделение общества. Я вижу разделение общества на тех, кто в интернете и на тех, кто перед телевизором. И я четко понимаю, что те, кто перед телевизором, искренне пытаются сейчас меня и моих детей спасать. Ребят, самое ужасное потрясение, которое вот есть сейчас для меня, это то, что я вижу по российским каналам. Такой лжи не было никогда во всем Советском Союзе. Я, слава Богу, или не слава Богу, много лет жил в Советском Союзе. И мы знали, что там и тут, в телевизоре и в жизни, по-разному. Но то, что происходит сейчас, это просто катастрофа, это информационный геноцид. Ребят, никто нас не убивает. Никто в моей Украине не мешает мне говорить на русском языке. Ребят, вы все, ну, по крайней мере, те, кто знает, кто такой доктор Комровский, вы видели школу доктора Комровского? На каком языке школа доктора Комровского? Она на русском языке. Более того, те наши мамы, которые разговаривают на украинском языке, и которые приходят на съемки, они вопросы задают по-русски, чтобы нашим друзьям из России было это понятно. Два самых знаменитых ведущих ток-шоу в нашей стране, это россияне. Савик Шустер, ну, полуроссиянин, скажем так, и Евгений Киселев. Они ведут политические ток-шоу в Украине на русском языке, а все вокруг говорят на украинском. И когда я слышу о том, что оказывается, новая власть приняла закон о запрете русского языка, о том, что здесь по улицам бегают бандеровцы, бандеровцы, я сам хочу на него посмотреть, на этого бандеровца. Это как вот какая-то, знаете, злая ведьма, которая где-то летает, о ней все слышали, но никто не знает, что это такое. Я даже сегодня читал сравнение бандеровца с чупакаброй. Вот они бегают, что-то едят, но кто это, где это, этого никто не видит. На самом деле у нас много, очень много, ребят, реальных своих проблем. Более того, все наши проблемы абсолютно идентичны вашим проблемам. Точно так же, как и у вас, у нас нечестный суд, у нас жуткая коррупция, у нас абсолютно деградированная медицина вообще, и педиатрия в частности. И тот уровень медицины, который у нас и у вас, вот это и есть настоящая проблема, это реальный повод для спасения. И я три дня назад написал и записал обращение по поводу реформы здравоохранения, но вместо обсуждения реформы мы сейчас обсуждаем тему войны. Это просто чудовищно. Ребят, просто представьте себе вот реальную ситуацию, реальную. От того места, где я сейчас нахожусь, до границы с Россией 38 километров, а до центра Белгорода 70. Вот можете себе представить, чтобы над мэрией города Белгорода житель Киева повесит флаг Украины. Вы можете себе это просто представить, что бы было, как бы вы на это реагировали. Но это произошло в городе Харькове. Москвич, житель Москвы, который приехал сюда из Белгорода, на автобусах, их около тысячи человек приехало сюда. Это другой вопрос. Кто их сюда пустил? Кто заплатил им за это деньги? Водрузили над Харьковским управлением, над местом, где должен сидеть губернатор. Вот над этим зданием в центре города Харькова был водружен флаг России. Ребят, мы вообще говорим не о том немножко. У нас реальные проблемы. Нам надо кучу денег тратить на наших детей, а не сталкивать детей лбами друг с другом. Конечно, у нас хватает, честное слово, хватает своих идиотов. Мы с ними боремся, мы их выявляем, мы пытаемся их нейтрализовать. Мы будем этим заниматься. И когда первое, что они захотели сделать, это внести коррекцию в закон о языках, то это нашим исполняющим обязанности президента тут же было заблокировано. И этого нет. И никто нам не мешает говорить на любом языке. Только, пожалуйста, дайте нам самим с нашими идиотами разобраться. Мы сможем. Поверьте. И никто в моей стране не будет мешать нам общаться так, как мы хотим общаться. На самом деле, я должен сказать, что есть сейчас два человека, которые войдут в историю. Они безумно много сделали для нашей страны. Есть человек, который объединил всех жителей страны на борьбу с нашим внутренним бандитизмом, с коррупцией, с продажными милиционерами, с ужасным здравоохранением, со взятками. Вот этот человек, который объединил всех стран, всех нас, независимо от того, на каком они языке разговаривают. Это Виктор Федорович Янакович. Есть человек, который всем нам рассказал о том, что мы единая страна. Вот когда никто не сделал столько для единства страны, как Владимир Владимирович Путин. И огромное количество людей сейчас хочет, чтобы его просто не трогали. Чтобы мы жили в одной стране и сами решали свои проблемы. Мы, жители Харькова, Луганска, Донецка, Крыма, Ивано-Франковска, Львова, мы хотим жить в Украине. И мы сами решим в Украине или на Украине. Мы сами разберемся. Не надо нам навязывать мир. Ну, ребят, ну это нечестно. Ну, честное слово, нечестно. Но когда стоят российские ребята, которые говорят, откуда они, кто это, но у них нет нашивок российской армии. Ну, это же неправильно. Ну, это обман всего мира. Зачем вам это надо? Зачем это надо, чтобы деньги, которые позарез нужны российским больницам, российским пенсионерам, российским старикам, были заплачены за бензин для российских танков. Я хочу сказать, что именно сейчас, вот именно сейчас вербуют людей в России для того, чтобы они приезжали в Луганск, в Донецк, в Харьков. Но это же ваши дети, вот те, которые сейчас продаются, чтобы приехать сюда и поднимать флаг России. Не надо. Я прошу вас вот сейчас только об одном. Сделайте мне лично, мне одолжение. Вот одолжение человеку, который 35 лет лечит ваших детей. Именно ваших. Ну, хотя бы потому, что вот я лично получил от вас около 250 тысяч писем. Вот россиян и на 150 тысяч писем бесплатно ответил сам ради ваших детей. Вы можете сделать мне одолжение. Ну, просто как спасибо человеку, который всю жизнь думал не о наших детях, а о ваших тоже. Вы можете мою информацию повторить вот той бабушке-соседке, вот всем тем, которые уверены, что здесь бандеровцы убивают русских. Пожалуйста, для меня, все мои читатели, все те, кто понимает, что значит медицина, что такое наш долг перед нашими детьми. Пожалуйста, обратитесь от моего имени, выйдите на улицы, расскажите людям, что нет здесь никакого угнетения русских. Здесь есть нищета, здесь есть коррупция, здесь есть беспредел налоговый. Мы будем с этим заниматься. Здесь есть свои стукнутые по голове националисты, которые не знают, когда надо остановиться и не дразнить людей. Мы с ними тоже договоримся. Но, пожалуйста, помогите. Сделайте так, чтобы то, что мы с вами видим в интернете, узнали те, кто не знает, что такое компьютер и смотрит телевизор. Все мои читатели, все те, кто со мной в ВКонтакте, в Одноклассниках, все группы школы доктора Хвросска, все те, кто на сайте доктора Хвросска, ребята, у нас же ведь около 6 миллионов человек, те, с кем я общаюсь постоянно. Давайте покажем, что мы, родители, что мы реальная сила и защитим наших детей уже не от болезней, а от пуль. Спасибо. Спасибо. Спасибо.